Здравствуйте! В эфире новости первого карагандинского в студии работы Динары Сартаева. Сегодня я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях города. Компанию карагандежеры посетили карагандинские депутаты. О чем говорилось на этой встрече расскажу вам я, Марк Пешков. Модернизация ЖКХ оправдала ожидания людей. Ремонт дома номера 4 по улице Карбышева оказался одним из наиболее удачных примеров работы программы. О том, как аварийный дом стал элитным, расскажет Серегжан Молитбай. В доме на Карбышева 4 когда-то обваливалась плитка. Жители страдали от постоянных прорывов труб. Дом трещал по швам, не было холодной воды, электричество. Постоянно сгорали щитовые. В 1998 году первый этаж покинул юго-восточный РУВД. А работники рядом стоящего рынка сделали из первого этажа этого дома общественный туалет. С этого и начались все беды. От безысходности жители написали просьбу о помощи Нурсултану Назарбаеву. После чего к ним пришли из аппарата Акима с проверкой. Дом наконец признали аварийным. Как вот покинул был первый этаж, приходили посторонние люди, приезжали они, кто снимал окна, кто снимал двери. И в результате первый этаж остался пустым, без окон, без дверей. Пришлось собрать подпись со всех жителей и написать письмо в Астану. В 2011 году жильцы начали ремонт по государственной программе модернизации ЖКХ. Жители долгое время не соглашались подписывать протокол о собрании, думая, что это очередная финансовая пирамида наподобие МММ или валют транзитбанка. Вешали объявление, чтобы никто не верил председателю КСК. Но он не растерялся и продемонстрировал преимущества этой программы. Строительная компания «ЮТЕКС», там у меня очень хорошие друзья, руководители. Я попросил, чтобы они начали ремонт внутрянку, в коридорах, чтобы людям войти в доверие. И если горкомхозили Акимат откажется от программы, то я взял на себя, что выплачу за внутрянку. Ну, и вот с таким договором начали. Так получилось, когда увидели, что идет ремонт, что это люди начали подписывать протоколы собрания. По программе были восстановлены вентиляционные системы и парапеты. Дом полностью теплоизолировали. Заменили все трубы водоснабжения горячей и холодной воды, канализации, установили новый элеватор. Счетчики электричества перенесли в одну комнату. Если раньше должники, которых отключали за неуплату, подключали самовольно, то теперь этого сделать не получится. В подъезде установили новый лифт, сделали ремонт, заменили окна. Также в этом доме есть консерв, круглосуточное видеонаблюдение. Благодаря камерам в подъездах удастся установить личности воров в случае краж. Благодаря вот этому видео мы сейчас, кто выставил мусор, сразу подходим к ним, стучим, пожалуйста, заберите вежливо. Вот 88-ю квартиру обокрали, 8 тысяч долларов. Весь семейный запас был разбранен. И буквально пришли следователи, включили вот эту самую базу данных, посмотрели, через 15 минут выявили преступника. В целях экономии электричества для освещения коридора установили датчики движения. Жильцы не платят за пользование электроэнергией в подъезде. Лифт, лампочки, видеокамеры получают электричество от солнечной батареи, которая находится на крыше дома, производства США. Всего с бюджета на этот дом было потрачено 151 миллион тенге. Гарантийный срок – три года. По правилам, те дома, которые проводили ремонт по модернизации ЖКХ, получают подарок программы «Мой двор» и «Карта города». В их дворах установят детскую площадку, а также заасфальтируют дорогу. Рекомендую для наших горожан, каргандинцев, пожалуйста, пусть уходят и модернизируют свои дома, раз есть такая программа президента. Жители дома довольны ремонтом. Они проверяли качество работ через независимых экспертов, которые дали положительный отзыв. Валентина Митилёва за ремонт по госпрограмме заплатила всего 30 тысяч тенге. Мы, как жильцы, благодарны очень, что вообще есть такая программа. И для нас не очень напряг, если так сказать можно, что расплачиваемся потихонечку. Спасибо президенту, спасибо нашему правительству за то, что сделали такую программу. Власти города планируют провести работы подобного рода еще в нескольких домах. Один дом на Карбышево и другой на Волочаевска ждут в своей очереди. Там будет производиться ремонт подвалок, ровли, термомодернизация, установка лифта и так далее. И в 2012 году, в феврале месяце, мы провели там собрание, потом провели где-то еще через две недели собрание. Объяснили все условия. Жители приняли с удовольствием. Однако проведенными ремонтными работами недовольна одна жительница. Она подала в суд на горкомхоз. Слушание состоится 29 августа. Сможет ли она доказать свою правоту, мы расскажем вам в ближайших выпусках. Серегжа Маулетбай, Олжас Габасов, Асхат Айбедулов, Первый Карагандинский. В Казахстане кончается бензин. Сегодня утром эта новость полыхнула интернет-пространство. Все деловые порталы Казахстана и России начали говорить в один голос. Осенью страну ждет дефицит топлива и серьезное подорожание бензина. Правительство Казахстана серьезно обеспокоено. Из-за задержки переработки казахской нефти в Китае наша страна испытывает дефицит высокооктанового бензина. По мнению интернет-версии издания Forbes KZ, реальным выходом из этой ситуации может стать повышение цен. Только в этом случае в сентябре Казахстан не останется без бензина. Наша съемочная группа узнала, как жители шахтерской столицы относятся к возможному повышению тарифа на топливо. Я плохо отношусь к этому. Потому что в России бензин-то подорожал, вот из-за этого Казахстан отправляет бензин в Россию, из-за того, что там налоги уменьшили платить. Не знаю, получается экономика Казахстана меняется. В каждой стране это, наверное, происходит. У меня машина дизельная, не знаю, как будет с бензином, но дефицит топлива тоже не дешево стоит. Я думаю, что будет сложно. Уже этой осенью нехватка топлива может стать очень ощутимой. Причин этому, по словам экспертов, есть несколько. Так, частично закрылся на модернизацию один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Паладарский нефтехимический, а два других работают на сельское хозяйство. Топливо, которое продают в Казахстане, закупается в России и продается по ценам ниже тех, которые интересны местным производителям. По мнению экспертов, ситуация с дефицитом бензина на данный момент не критическая, но проблемы вполне могут быть. Марк Брюшков, Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Уже больше недели прошло с того момента, как городские власти объявили о возможном повышении тарифа на проезд. Наш корреспондент узнал мнение горожан о грядущем увеличении цен. Валерий Кузьминский. А вы вообще согласны с таким решением власти? Нет, не согласна. Почему? Ну, не знаю, тут много студентов, которые учатся здесь, и для них, мне кажется, это будет сложно в экономическом плане. Нет, обслуживание автобусом недовольны, и поднятием ценами я недовольна. А что именно конкретно вас не устраивает в обслуживании? В обслуживании, ну, автобусы грязные, потом не вовремя ходят. Потому что не согласна, зарплата не добавляется, ничего не прибавляется, а проезд дорожает. Еще бы дороги сделали бы хорошие, чтобы повысить проезд. Нет, конечно, не согласна, это очень дорого, особенно для пенсионеров, для такой, как я, очень мало получаю. Ну, это давно намечалось уже. А вы согласны с таким решением? Ну, как, конечно, нет, но раз решение такое... А почему вы не согласны? Как объяснить? Потому что зарплату не поднимают нам? Нет. Потому что я уже говорила, что зарплата не поднимается у нас. У нас вода, все коммунальные поднимаются. А проезд еще, и вода, и свет, и телефон, а теперь еще и проезд. А зарплата так и стоит. Ну, как клиент, который часто ездит на автобусах, я бы, конечно, этого не хотела, но если дорожает все, и электричество, и энергоносители, то, наверное, это так должно быть. Нет, не согласна, конечно. Вообще, и дорога подорожает, вода, свет, это куда это? Это просто невозможно. Людям, особенно, которые на пенсии, конечно, им очень тяжело. Потому что им тоже надо же ездить. А вот тем, которые инвалидам дали, они же вообще не выезжают. Проездные, раньше у пенсионеров же проездную можно было купить. У них даже пенсионер нет проездной. Так что, в общем, очень многие будут недовольны. Нет, я против. Я минималку получаю, пенсию. За лекарства надо лекарства покупать. За питание, за свет, за воду, все повысилось. Пусть пенсию добавляют. Конечно, нет. Потому что очень дорого. Я, например, пенсию сейчас не получаю, но постоянно ездию. Это очень дорого. А почему они решили поднять цены? Не знаю. К мнению многих граждан присоединился и виртуальный мир. В интернете организовали сбор подписей против повышения тарифа за проезд с помощью глобальной платформы онлайн-петиции Change.org. За неделю собрали более 300 подписей. А пока карагандинцам остается ждать, утвердят ли наши народные избранники антинародную инициативу. Серегжан Маулитбай, Руслан Амандыков, Асат Айбеду, Первый Карагандинский. Подготовка к сезону горячих труб идет по плану. Народные избранники продолжают выезжать к услугодателям в канун предстоящего отопительного периода. Сегодня депутаты городского маслехата побывали в компании Караганды-Жарык. Начали с презентации инвест-мероприятия, закончили бурной дискуссией по поводу отопительного будущего малых поселков. Подробности в следующем материале. Компания Караганды-Жарык к этому дню успела завершить трехлетнюю инвестиционную программу. Сейчас предприятие находится на полпути очередной инвест-пятилетки. По ней первым делом обновят и отремонтируют электросети в рамках подготовки к зимнему периоду. Зима у нас суровая. Всегда нам устраивают проверки, если правильно сказать, этому варианту могут. Жарык всегда выходил победителем, и мы так готовимся, чтобы и победителем выйти в этом году. Моголетний график ремонта. Этот многолетний график ремонта с определенной периодичностью. По словам заместителя генерального директора Караганда-Жарык, подготовка к теплосезону – один из важнейших вопросов на сегодня. Говорит, компания приложит все усилия, чтобы Караганда встретила холода во всеоружии. Между тем, где бы ни были депутаты, всегда при любой возможности пытаются решить и проблемы своих избирателей. Секретарь городского маслехата Кадыгали Аспанов вновь затронул тему малых поселков. Технический директор компании Константин Конради пояснил, что в малых населенных пунктах работы проводятся по жалобам людей. Но внедрять в этих районах города лишь электрокотлы – это слишком дорогое удовольствие. Лучше рассмотрите другие варианты отопления этих районов города. Там, где есть необходимость замены силового оборудования, где она работает в перегруз, где нет мощности достаточно, мы направили туда мероприятие самой инвестиционной программы. Для того, чтобы выполнить, скажем так, заменой провода с увеличением сечения, замена трансформаторной мощности с увеличением силовых трансформаторов. Там и работают мероприятия уже по инвестиционной программе. Город – это сжатое условие производства работы. Постепенно презентация переросла в бурную полемику. Еще одной темой для обсуждения стали бесхозные электрические сети. Их по всей области накопилось более ста. Депутаты гор Маслехаты попросили представить им полный список бесхозных сетей, ратуя за то, чтобы все электрические сети в городе имели хозяина. Поэтому мы найдем эти деньги непосредственно. Давайте только нам вот этот вот перечень и вот этот, еще раз, механизм нам дайте, чтобы, почему, потому что на переименовом крае, значит, всегда мы с людьми работаем, поймите правильно, у меня сегодня вот утром звонок завели с утра, поймите правильно, вот вы для чего, я написал в июне месяц, у вас июнь, июль, август, уже прошло три месяца, вы ничего не сделали мне, понимаете, в лицо. Говорят, да вы для чего там, депутаты, сидите. По окончании совещания народные избранники похвалили работу Караганды Жарык. В соответствии с утвержденным годовым графиком, ремонтные работы будут завершены уже к 1 октября. Марк Бюшкот, Олеген Рашидов, Марат Култенов, 1-й Карагандинский. Далее короткая реклама, оставайтесь с нами. Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая Долина Нанди. Долина Нанди. Прекрасный выбор за вами. Сегодня завершилась ежегодная августовская конференция в Назарбаев интеллектуальной школе химико-биологического направления. Первый день представители этой школы из других городов обсуждали актуальные вопросы перед системой образования, повышение квалификации учителей, инновационной методики и технологии в преподавании. Как завершился последний день конференции узнавала Амина Смакова. В рамках завершающей конференции со специальным докладом выступил вице-министр образования и науки Республики Казахстан Мурат Абенов. Сегодня те большие задачи, которые стоят перед системой образования, мы будем реализовывать вместе с вами. Особо приятно, что это именно в Назарбаев интеллектуальной школе происходит, потому что на сегодняшний день, вот сейчас Пляшна Гатаян сказала о том, что большие задачи есть, очень много сделано, серьезные достижения. Я сегодня готовился выступать, здесь у меня только полторы-две страницы это ваши достижения за последнее время. Я не буду зачитывать, потому что кого-то вроде обрадуешь, а потом кого-то обидишь, скажешь, не все зачитал. А почему это устаревшие данные про нас не сказали? Так что я знаю, что достижений очень много. Мурат Абенов заострил особое внимание на переход к 12-летнему образованию. Назарбаев интеллектуальные школы уже сделали большие шаги для того, чтобы перейти на такое обучение. На сегодняшний день система образования старается обновлять в лучшем качестве учебники, чтобы каждому ученику была доступна и понятна любая информация, содержащаяся в учебном пособии. Мы сегодня разработали стандарт переходных к 12-летке. Очень многие элементы, которые сегодня используются в работе Назарбаев и институтанной школы, мы попытались вложить в принятые в прошлом году новых стандартах образования. Это именно возможность выбора предметов, вариативные подходы, возможность учебники создавать на разный уровень сложности, базовые и продвинутые уровни. Своё мнение высказал и приглашённый гость Колин Маклауфлин, декан из Сасекса, советник председателя правления АО Назарбаев интеллектуальные школы. Основная её идея – это то, что в 21 веке система образования должна давать ученикам только инструменты, базу знаний, настолько доступную, грамотную и качественную, чтобы они могли самостоятельно развиваться. К тому же Колин Маклауфлин заострила большое внимание на том, что молодое поколение отдаёт большое предпочтение интернету, отыскивая различную информацию, а это должно искореняться. И то, что мы можем сделать, это дать нашим учащимся инструменты, с помощью которых они могли бы исследовать знания. Они должны это делать самостоятельно. Они должны знать, как получить доступ к знаниям, к информации. Как их оценить. Они должны понимать, что информация на Ютубе или в интернете не всегда надёжна, не всегда правильна. По окончанию мероприятия прошла церемония награждения педагогов-филиалов Назарбаев интеллектуальной школы. Все два дня, которые длилась конференция, прошли благотворно для всех представителей филиалов школы. Ведь обмен опытом, новые проекты, планы на будущее идут только на пользу таким перспективным, имеющим стопроцентное светлое будущее, как Назарбаев интеллектуальные школы. Амина Смакова, Боржан Алипов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Качественное образование и воспитание – приоритет государственной политики Казахстана. Под такой темой состоялся традиционный августовский форум работников образования. Мероприятие прошло в формате диалоговой площадки с применением селекторной связи и видеовключения из 18 регионов области. Подробности в следующем материале. В мероприятии принимали участие более 500 человек. В Большом зале Драматического театра имени Сакена Сейфулина собрались представители Министерства образования и науки Республики Казахстан, Учебно-методического Центра развития и образования, а также сотрудники высших учебных заведений и многие другие. Открыл традиционные августовские встречи работников образования Боржан Абдишев. Аким области отметил, что приоритетная задача этой конференции – повышение качества образования. Глава региона также подчеркнул, что в сегодняшнем быстро меняющемся мире происходят политические и экономические преобразования, но такие понятия, как нравственность и духовность, всегда остаются неизменными. В обсуждении вопросов приняли участие эксперты психологических наук из Казахстана и России, сотрудники научно-практического центра «Дарын», а также представители немецкой компании «Лукас Нал». Основная цель форума – подведение итогов прошлого года и определение стратегических задач на следующий учебный год. Ноу-хау мероприятия, применение селекторной связи и видеовключение из 18 регионов области. «Сегодня представляем доклад министра образования и науки Республики Казахстан Бахчана Турсыновича Жумагулова. Доклад представлен в виде цифрового доклада, то есть оно будет разослано по всем регионам». По словам Каримовой Бейбетгуль, директор Республиканского научно-практического центра «Учебник», если раньше регионы не имели возможности ознакомляться с подобными документами, то сейчас впервые работники образования и родители, учащихся в школах и вузах, могут его увидеть. «В этом докладе отражены все вопросы образования, начиная от дошкольного образования, заканчивая послевузовским образованием». В завершении форума молодым специалистам вручили ключи от квартир. Лучшие педагоги области награждены нагрудными знаками «Почетный работник Республики Казахстан». Марк Брюшко, Ужас Габасов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. В Караганди открылась традиционная выставка о продаже физиотерапевтических аппаратов производства российского и латомского приборного завода. Выставка работает в помещении аптечного супермаркета «Биосфера». Физиотерапевтические аппараты с каждым годом становятся все более востребованными. Ведь ими можно пользоваться в домашних условиях и не ходить каждый день в физиотерапевтический кабинет поликлиники. Они малогабаритны, удобны в эксплуатации. Завод-изготовитель дает гарантию на два года. Надо только прочесть аннотацию и выполнять советы лечащего врача. Аппараты можно использовать как взрослым, так и детям. Приборы физиотерапии серии «Домашний доктор». Приборы делятся на три категории. Это первая категория у нас идет приборы теплотерапия. Вторая категория приборы магнитотерапии. И третья категория это приборы узкого направления. Прибором первой категории, то есть теплотерапия, относится у нас прибор тепло. Воздействие на организм идет сухим дозированным теплом, то есть ильфракрасным излучением. Лечение различных заболеваний, таких как риниты, гаймориты, танзелиты, бронхиты, то есть прогревание опорно-двигательного аппарата, поясничной зоны, суставов. Состоит он из семи элементов. Первая насадка, это у нас идет насадка для лор-направления, то есть прогревание пазух носа, горла, лобная часть. Вторая насадка, это лечение заболеваний уха при отитах. Четыре нагревательных элемента, которые уже прикладываются по всему организму. Это даже очень хорошая альтернатива горчичникам, то есть прогревание поясничной зоны, также суставов, то есть уже все зоны организма. И седьмой элемент, это идет аллергическая насадка, то есть это уже идут при сезонных обострениях. Световое магнитное воздействие на организм идет. Вторая категория приборов, это у нас идет приборы магнитотерапии. К ним относится прибор Алмак-01. Воздействие на организм происходит бегущим импульсным магнитным полем. Особенность магнитного поля, то что воздействие происходит на уровне биоритма к человеку, то есть на клеточном уровне. Изначально воздействие идет на сиречество, на сосудистую систему, кровеносную систему, то есть стабилизируется работа сердца, кровообращение, микроциркуляция, лечение таких заболеваний, как артрозы, артриты, хондрозы, суставы, гипертония, варикоз, сахарный диабет, невралгия, ну и различные виды заболеваний. И третья категория приборов, это приборы у нас узкого направления. Прибор МОВИД. Прибор МОВИД применяется при лечении мужских заболеваний, таких как простатит, хронический простатит, аденома пристательной железы, половая дисфункция, уретропростатит, но также лечение заболеваний прямой кишки, то есть геморрой. Все приборы на рынке уже за длительное время себя очень хорошо зарекомендовали. Очень портативно, легко используются дома, ну и пользуются большим успехом. Аптечный супермаркет «Биосфера», где проводится выставка продажи физиотерапевтических аппаратов, находится на проспекте строителей 22. Март Бюшко, Сергей Лисокосов, Марат Култенов, 1-й Карагандинский. 21 августа в Пришахтинске и Майкудуке будет отключена холодная вода. Караганды-Суб произведет ремонтные работы по перевозке нового водопровода. На сегодняшний день монополист уже заменил 1250 метров старых труб на новые полиэтиленовые. Вода будет отключена в жилых домах и в учебных заведениях Пришахтинска и Майкудука. Жителям этих районов рекомендуется сделать суточный запас питьевой воды. На этом у меня все. Далее новости спорта продолжит мой коллега Берик Апаров. Здравствуй, Берик. Здравствуй, Динара. Новости спорта через пару секунд. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы. Это Allugal. Сегодня двукратный чемпион страны Карагандинский шахтер в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов Уэфа на Астана-арене встретится с шотландским селтиком. Начало матча запланировано на 21.00. Карагандинский мини-футбольный клуб «Тулпар» в рамках предсезонной подготовки принимал участие в международном открытом Кубке Львова и стал победителем этого турнира. Главный тренер «Тулпара» Миржан Муканов испытывал смешанные чувства после того, как узнал, что его команде предстоит участие в Еврокубках. Незапланированные расходы исходный бюджет клуба не мог покрыть, но после встречи с Акимом области глава региона пообещал материально помочь команде в преддверии Кубка Уэфа. С большим облегчением серебряный призер чемпионата Казахстана отправился во Львов, где после неуверенного старта сумел собраться и выиграть турнир. «Приятно, конечно, что мы выиграли этот турнир, особенно после того, как мы провалили первый день. Было главное разочарование первого игрового дня во Львове. Проиграли молодой амбициозной возрождающей команде «Спартак» 0-5. Счет может быть не по игре, но в целом москвичи заслужили эту победу. «Несмотря на то, что мы выиграли во Львове, есть претензии по качеству игры и команды в целом, и некоторых игроков. Мы сейчас взяли на просмотр еще одного бразильца. Если усиление будет, то только, конечно, среди легионеров». А на этом спортивные новости первого Карагандинского подошли к концу. Берегите себя и занимайтесь спортом. Если у вас есть интересная информация, звоните к нам в редакцию по телефону 420649. Всего доброго, до свидания. Аман Сау Боленсдер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова